Друзья, в этом видео я покажу вам 19 элементов, которые можно делать дома, в комнате, на полу. Здесь будут как простые элементы, так и сложные, средние сложности. Поэтому приятного просмотра, запаситесь чаёчком и можете, в принципе, даже тренить вместе со мной. Поехали! И, братан, если ты смотришь это видео неподписанным, но оно тебе нравится, пожалуйста, подпишись, помоги мне набрать 100 тысяч. И давайте, в принципе, начнём с таких банальных элементов, самых базовых. Например, первый элемент – стойка, тигровая стойка. Как она делается? Ну, кстати, от подобной стойки вот может быть такое. Ну, так как я на резине делал, немного стёр себе локти. А вы будьте аккуратнее, что-то там мягкое стелите себе на землю дома. Это реально тот элемент, который очень красивый, и за счёт его зрелищности многие могут подумать, что он сложный. Это не так, очень простой элемент, просто ставите локти на землю и делаете. Когда вы поставили локти, локти – это, ну, как будто ваша опора. Если будете падать сюда, просто локтями выжимаемся назад. Да и всё. Старайтесь не просто вот ставить руки вот просто, чтобы они были на земле. Поставьте, как бы, пальцы и немного их в стороны разведите, чтобы больше площадь опоры была. То есть, когда вы будете падать, просто пальцами, руками вот этим выдавливайте себе назад стойку. То есть, даже если вы не умеете стоять обычную стойку на руках, то эту сделайте в любом случае. И так как в этом видео довольно много разных различных отжиманий от пола, поэтому буду чередовать один обычный элемент, один элемент – необычные отжимания от пола, различные, разные сложности. И первый вид отжиманий, пока что самый простой вид после обычных отжиманий – это взрывные отжимания. Как учиться? Просто старайтесь как можно быстрее выжимать себя вверх, и тогда у вас будет прокачиваться взрывная сила. Стойка на руках. Третий элемент. С этим, думаю, вообще не стоит объясняться, потому что на канале есть уже несколько обучалок и видео об ошибках в стойке и так далее. Поэтому мы переходим к следующему элементу. Когда вы научились делать взрывные отжимания, делаем отжимания с одним хлопком перед собой. То есть, вот. Здесь тоже ничего объяснять не нужно. Если вы научились взрывные отжимания, вот такие, то просто потом немного выше подпрыгиваете и хлопаете. Всё, это уже будет отжимание с хлопком. Следующий элемент. Следующий элемент, ребята, у нас идёт элемент под названием «жавка». Очень смешной и забавный элемент, но это как бы подводящее к горизонту. Смотрим, как оно делается. Ставим руки на землю, колени ставим на локт, выводим себя вперёд вот таким образом. Максимально нелепо смотрится, когда ты умеешь делать горизонты и так далее. Но когда ты новичок, прикольно. Мам, смотри. Ты идиот. А что, потанцевать нельзя, что ли? Ты идиот. Мне потанцевать нельзя? Ты идиот. Мне потанцевать. Идиот. Мам, я хочу потанцевать. Дальше, ребята, у нас идут отжимания с двумя хлопками. То есть, когда вы научились взрывные отжимания, научились отжимания с одним хлопком, делаем два хлопка. Пока что перед собой. Дальше у нас идёт элемент Dragon Flag на полу. Это элемент, который может подкачать вашу базу для флага дракона, например, на трубе. Показываю, как он делается на полу. Я сделаю на скамейку, потому что на пол ложится белая футболка. Я такой сидел. Как вы видели, сейчас я ухватился за скамейку, типа сзади так. Но если вы делаете на полу, можете взяться за тумбочку, типа сверху, где угодно. Главное, чтобы у вас была какая-то опора, и вы сумели просто ноги поднять и здесь держались. Лёгкий элемент, если вы качаете пресс, делаете базу, вообще для вас никаких проблем не будет. Следующий вид отжимания, ребят, как вы думаете, какой? Это отжимания с хлопком за спиной. Это, кстати, довольно просто. Не думайте, что это... Следующий элемент тоже желательно делать на полу, либо на стульях. Но на полу мне сложно делать, потому что у меня вот говно растяжкой. Как бы садиться на пол не очень хочется, потому что он грязный здесь. Поэтому показываю на брусьях. Уголок. Вот таким образом можно дома делать. Так же дома можно отжиматься на стульях. Отжимания на стульях, то есть это полностью заменяет вам брусья. И намного больше эффективно, чем отжимания обычные от пола. Новый вид отжиманий, ну, продолжение предыдущего вида, это отжимания с двумя хлопками. То есть хлопок за спиной, хлопок спереди. Возможно, у вас уже получится даже делать три хлопка. Показываю. Фишкой этих отжиманий, вообще любых отжиманий с хлопком, является вот такая штука. Показываю. Не старайтесь отжаться сначала только силой. Силой подбрасываться, если будете, то это будет достаточно сложно. Для начала делайте так. Отжимания идут. Ставите одну ногу, сгибаете. Немного подпрыгиваете назад, делаете хлопок. Потом на землю. Вот типа так. Потом старайтесь как можно меньше задействовать ногу. И отжиматься только силой. Следующий элемент тоже, в принципе, можно делать его на полу. Ну, как, вы на полу его и будете делать. Либо на каком-то стуле, на тумбочке и так далее. Потому что у вас турника дома, ну, вряд ли есть какой-то турник, либо параллельцы. Ну, большинства. Поэтому показываю. Как вы уже поняли, это крокодильчик. Давайте сразу после крокодильчика я вам покажу не отжимания, а покажу вам еще один вид крокодильчика. Это горизонтальный упор. Его тоже можно делать на каких-то стульях и так далее. Это уже элемент средней сложности. Достаточно сложный. Здесь вы уже не упираетесь локтями об живот, а просто делаете, ну, как бы силой держитесь в таком положении. Поэтому оно сложно достаточно. В комнате желательно так не пробовать, потому что вы видели. Я не знаю, почему зашагалось. Скорее всего, если бы я делал это в комнате, то я бы в какой-то мамкин сервис врезался. Как видите, я сам уже забыл. Давно не делал 5 хлопков и забыл просто технику. Оно сложно в понимании техники. Сила там, ну, практически не нужна. Там тоже, по сути, одной техникой делается. Но, сами видите, если я типа не делаю, значит, что-то сложно достаточно. Ну, средний уровень такого элемента. Следующий элемент, это тоже у нас идут отжимания. Это отжимания 360. Это проще, чем 5 хлопков, сразу говорю. Как это делать? Просто отжимаете, ставите одну ногу, тоже сгибаете и разворачиваетесь. Сейчас максимально какой-то, знаешь, странный элемент. Сейчас-то я впервые в жизни его пробую. Столько на голове. Шла в трое неделю карантин. И, кстати, тоже еще легкие отжимания вспомнил. Это отжимания Маугли, либо отжимания Кинг-Кунга. Это проще, чем отжимания с тремя хлопками. Показываю. Следующий элемент, это свеча. Я уверен, что каждый из вас, ну, я лично так делаю, когда я разговариваю по телефону. Вот любые такие позы занимаю, чтобы говорить по телефону. Ну, придется ложиться на землю, поэтому снимаю футболку. Спина грязная, наверное. Еще один вариант отжиманий, это отжимания с хлопком под ногой, под коленом. Тоже достаточно просто. И, в принципе, последние самые крутые отжимания на сегодня. Это отжимания Супермена Кэйка. Они выглядят. Для начала рассказываю фишку, с помощью которой эти отжимания сделает абсолютно каждый, который сейчас смотрит. Даже там отжимается просто пока что с обычным хлопком. Для начала, когда вы идете наверх, ставите одну ногу сюда и немного, ну, буквально подпрыгиваете вверх. И потом поднимаете руки. Это, по сути, пока что и будут ваши отжимания Супермена.